Добрый вечер, дорогие друзья и гости моего канала. Сейчас я почти каждый день читаю Новый Завет, и мы каждый вечер читаем псалмы. И вы знаете, это очень-очень важно. Сегодня я была в школе, и все мои одноклассники и учительницы обговаривали эту тему выборов в Америке. Как это всё повлияет на войну, которая сейчас происходит в Украине, в моей Украине. И, конечно, у всех были разные мнения. Когда меня спросили, что я думаю по этому поводу, я сказала, что в такое тяжёлое время нужно все нужды отдать Господу. Потому что мы, люди, мы ничего не можем изменить, но мы можем молиться. И Господь в силе услышит наши молитвы и сделать, дать нам по молитвам нашим. Все вы знаете, что этим миром правит князь мира, то есть Сатана. Сатана был прекрасным ангелом, самым лучшим, самым умным, самым красивым ангелом, который был Богом на землю скинут. И с тех пор Сатана делает всё, чтобы на земле были войны, разруха, голод, бедствия. Вероятно, у вас возникает вопрос, куда смотрит Господь? Господь по Своей милости создал нас. Мы созданы по образу Божию, но Господь всегда ждёт, когда мы воззовём к Нему. Он даёт нам право выбора. И видите, даже выборы, которые произошли, люди выбирали. Как вы думаете, вероятно, у каждого из вас была своя точка зрения на эти выборы? Вы знаете, а я вот подумала, смотрите, 2000 лет назад, когда Иисуса должны были распять, у людей тоже был выбор, потому что Иисус висел между разбойниками. И смотрите, когда привели к Пилату Иисуса, народ сказал, кого отпустить по обычаю. Пилат знал, что Иисус был предан из-за зависти и хотел, сказал, давайте отпущу вам царя вашего. Так, на что люди подстрекаемые, фарисеями и старейшинами, там таки написано в Слове Божьем, сказали, отпусти нам Вараву. Варава же был вор и убийца. И Варава был отпущен. А Иисус, Божий Сын, который был безгрешен, пошел на крест, чтобы своей смертью спасти нас от наших грехов, чтобы искупить нас, чтобы на третий день воскреснуть и дать нам надежду на воскрешение. И вот сегодня мы читали этот 26-й псалом. И вы знаете, вот буквально до слез. Послушайте, пожалуйста, вот третий стих, да? С первого стиха. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Знак вопроса. Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Не есть ли это лучшим ответом на наши вопросы? Знаете, Бог создал нас на этой земле не для того, чтобы мы все погибли. Да, однажды мы все умрём. Но в этом и заключается Его милость, что, пребывая в этом бренном теле, мы имеем бессмертную душу. И наша душа может жить и быть бессмертна в раю вместе с Господом, а может пойти в ад, и там мучится целую вечность. И вот смотрите, нам иногда кажется, что мы молимся, и Господь нас не слышит. Но на самом деле, тот же Псалом 27, смотрите, Гавид говорит, услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Второй стих и первый стих. К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии твоём я не уподобился нисходящим в могилу. И смотрите, буквально в шестом стихе Бог отвечает. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь крепость моя, и щит мой, на Него уповала. Видите, это прошедшее время. Уповало сердце моё, и Он помог мне, и возрадовалось сердце моё, и я прославлю его песнею моею. Что может быть лучше этого ответа? Знаете, мы имеем сердце и имеем разум. И, как у нас говорят, да, мы часто говорим, дашь сердцу волю, заведёт в неволю. Мы часто пытаемся всё, и проблемы решить логически. Но в это время, которое сейчас, последнее время, ничего не получается, потому что мы не можем решить эти проблемы. Можем ли мы повлиять на ход войны, которая сейчас происходит? На данный момент 169 конфликтов в мире. Можем мы хоть один конфликт погасить? Нет. Что нам остаётся? Ненавидеть наших врагов, правда? Я из города Никополя всю жизнь копила на свою старость, там квартира, в которую я, скорее всего, больше никогда не вернусь. Со всеми удобствами, со всем. Там мои друзья, там мои любимые соседи. я вынуждена была из-за войны, да, уехать в страну, чего, в Германию сейчас я. Слава Богу, что Господь усмотрел для меня, да, я устроила свою жизнь. Ну вот смотрите, да, сколько-сколько людей сейчас осталось в Украине под бомбёжками, сколько стариков не хотят покидать свои квартиры. Что мы можем сделать? Ненавидеть врагов наших. Кому это выгодно? Это выгодно сатане, потому что ненависть порождает ненависть. А как сказал Бог? Молитесь за обижающих вас. Молитесь за проклинающих вас. Ибо делая это, вы соберёте горящие угли на голову их. Знаете, друзья, я вот каждый день молюсь и прошу Господа, чтобы Он убрал, очистил моё сердце. И чтобы Он в моём сердце не допустил ненависти. Потому что ненависть прежде всего разрушает тебя самого. Вот. Я понимаю, что если я хочу послужить для моей страны, если я хочу помочь, я должна молиться. Я должна молиться. По-другому никак. Я должна просить Бога о мире. Я понимаю, что сейчас, допустим, кто-то меня слушает и может подумать, ты сошла с ума, ты такая-такая. Я это уже слышала в своей жизни. Поверьте мне. И всё-таки, знаете, я склоняюсь к тому, что вот здесь написано полностью эта инструкция, как нам выйти из всех ситуаций. Просто доверить всё в Божьи руки. Знаете, вот просто встать на колени и сказать, Боже, я не могу ничего. Я просто человек. Но я прошу тебя, благослови всех, кого ты сделал по подобию своему, всех людей, независимо от национальности, независимо от стран. Просто благослови, вложи в их умы желание мира. И Бог сделает это. Потому что Он слышит нас, Он любит нас. Либо вот сейчас, да, не знаю, было ли в вашей жизни, когда казалось бы, что приходит всё плохо, но благодаря этой ситуации всё разрешилось очень положительно. В моей жизни очень часто такое было. И я уже по прошествии лет я понимала, я поняла, что это было мне во благо. Не для того, чтобы меня наказать, а для того, чтобы дать мне время прийти в себя. Я чем больше живу на этой земле, тем по-человечески я меньше её понимаю. Меньше понимают логику этой жизни. Абсолютно не понимаю, честно. Знаете, то, чему учили родители, оно не работает. Оно не действует. И бывает очень страшно. бывает плачу. Знаете, так хочется иногда по-детски просто забраться маме под мышку. Лечь рядом с мамой, забраться под мышку и лежать, и знать, что мама сильная, либо папа. И понимая, что это невозможно, потому что их давно нет. И понимая, что не можешь раскисать, потому что в моем случае я самая старшая в нашем роду. И тогда берешь в руки книгу, Библию, просишь Бога простить все грехи, помиловать и молишься за всех. За детей, за родных, за близких, за тех, кто на фронте, за друзей, за врагов, потому что понимая, что так хочет Господь. Я сейчас вам отвечу на ваш вопрос, вот, почему нужно молиться за врагов. Когда Иисус умирал на кресте, Он умирал за грешников, Он не умирал за праведных, за порядочных. И если вы прожили свою порядочную жизнь, я очень рада за вас. Это счастье. Я не могу назвать свою жизнь праведной, это честно. В моей жизни было очень много отступлений и того, что, мягко говоря, не хочется об этом вспоминать. И только то, что Господь пришел призвать не здоровых, а больных, это дало мне надежду, что Он любит меня, что я для Него важна, что Он может использовать меня для спасения тех людей, которые нуждаются. И это очень важно. Вы знаете, еще какое-то короткое время, да, тому назад я думала, что я все сделала для своей старости, пенсии все приготовила, все замечательно, не так, как мои родители, все есть, все очень удобно, соседи золотые, у меня золотые соседи, и все, все, вот, и стаж есть, и пенсию получу, умею экономить, и проживу, и надо здоровье есть, и пойду где-то подработаю, кому-то помогу. Вот вы знаете, вот такая была уверенность, и в один день это все рассыпалось. И слава тебе, Боже, что у меня есть здоровье, да, что, вот, собрав себя, вот, что все с нового листа начало жить, буквально с нового листа. И какое счастье, что есть Христос, которому можно сказать, прости меня, прости меня, искренне прости, и какое счастье, что можно найти тех, кто разделяет твое мнение. Я нашла церковь, вот уже здесь, во Франкурте, которая такая же, как была у меня там, в Никополе. И я очень рада, потому что я могу говорить с этими людьми из церкви на языке, который на одном языке. Это не язык русский, да, а вот на языке духовности, понимаете? Я могу спросить, я могу получить. И я понимаю, что самое главное, то, что дано нам людям на этой земле, вот эта книга, потому что здесь есть ответы на все вопросы. Если я сегодня вас спрошу, а как будет завтра? А будет ли завтра мир? А что будет? Вы можете сказать, да, вот, гадалка сказала, либо там такой-то на торо как-то там раскинул, да, либо какая-то провидица святая. А я не хочу верить этому. И не буду верить, потому что я точно знаю, будет все, как написано вот здесь. Помолить вам вашим будет вам дано. Будем молиться, будем жить. Не будем молиться, не будем жить. Поэтому какая провидица может увидеть. Вы понимаете, и потом провидица, да? Где гарантия, что она все это видит? И зачем славу Божью, славу того, кто нас любит, кто все знает о нас наперед, отдавать какой-то провидице? Это бессмысленно. И к тому же это грех. А нам так людям хочется услышать хорошие новости. Нам так хочется воспрянуть духом. Дорогие мои, радость и надежда только в Иисусе Христе, только в том, кто умер за нас. Скажите, какой Бог умер за людей? Какой? Вот мы толерантны. Но смотрите, вот какой Бог, извините, я в наушниках даже, какой Бог умер за нас? Только Иисус Христос. Он пошел за нас добровольно на смерть. Почему? Чтобы понести грехи наши, искупить нас от наших грехов. и что даровать нам мир? Скажите, пожалуйста, вот было в вашей жизни, вот все вы слышали, да, такое выражение рай и ад внутри нас. Я раньше не понимала этого. Вы знаете, а сейчас полностью стала понимать. это значит, что все очень конкретно для каждого конкретного человека. Например, для меня сегодня радость, да, я почитала вот Библию, душа моя успокоилась, я счастливая, а мой сосед нервничает, а мой сосед ему плохо, а он плачет, а он жалуется. Получается, я имею рай в душе, а он имеет ад, хотя мы живем буквально в двух метрах друг от друга. Понимаете, вот это истина, вот это подарок Божий, что если мы верим в то, что Господь нас слышит и нам поможет, мы получим рай, мы получим спокойствие в душе, а как мы можем это определить? Будет радость, радость, спокойствие, такое, знаете, миролюбивое настроение, когда хочется всех обнять, когда хочется всем помочь. И наоборот, когда одолевают вот эти вот силы зла, приходит агрессия, хочется отстаньте от меня, да, хочется где-то спрятаться. Поэтому хочу вам сказать, ни один психолог не поможет, ни один, потому что психолог тот же человек, тот же. Я вот у меня, лично у меня, да, у меня в моей семье есть психолог, но это по мужу линии очень талантливая девочка, психолог, у нее нет отношений с мамой, это ненависть, хотя у нее кабинет, и к ней ходят люди, и разговаривая с ней, я понимаю, насколько она большая умница, но вот эту проблему с мамой она не смогла ее решить, и дай бог, чтобы она помогала другим людям, она говорит, что помогает, но я имею большие сомнения, я люблю ее, но вот именно коснись меня, я бы к ней не пошла, даже бесплатно, потому что она человек, я могу открыть Библию и почитать Слово Божье и получить ответ на все мои вопросы, что может быть лучше, что смотрите, Псалом 22 Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, дальше, он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего, если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, жезл это значит, я признаю, что Бог выше меня, он может меня и наказать, а посох, он идет со мной вместе, и иногда несет меня на руках, потому что он мой отец, и так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни, что может быть лучше за обетование, друзья, я буду заканчивать, я пожелаю вам мира, если вам будет интересно, можете написать, можете задать вопросы, можем с вами пообщаться в любом формате, давайте поддерживать друг друга, давайте молиться друг за друга, давайте пользоваться в нашей жизни книгой, которая есть самый, которая имеет самую полезную пищу для нашей души, и с помощью которой, только вот с помощью которой мы можем выстоять и выжить в это непростое время. Я вас всех обнимаю, я благословляю вас любовью Иисуса Крихриста, мир вашему дому, мир вам.